Добрый день всем. Мы сегодня продолжаем наше чтение книги «Тайны еврея. Равашкин. Музей Манитун». Мы приглашаем всех участников участвовать в нашей тавтологии, с вопросами, с идеями. Андрей и я, мы вместе по очереди пытаемся понять и приглашаем всех к этому чтению, к этому пониманию. У каждого могут быть свои какие-то внимания, связи. Перед тем, как мы начнем, я хотела посвятить ваше учение успеху Израиля и с молитвой о том, чтобы все наши дети вернулись благополучно с войны. И чтобы мы смогли найти способ жить в мире, в этом мире, вопрос самый, на самом деле, главный, кардинальный, который волновал философ и мыслителей, в частности, в этой парижской школе, который принадлежал Манитун. Как нам сделать это? Как добиться взаимопонимания между людьми? Это, в общем, основная тема его книги, его лекций, его статей. В каждом месте он рассматривает как бы отдельную тему, но общая тема это такая. И мы можем видеть эту идею в разных ее воплощениях. В комментариях к Таре он показывает и раскрывает смыслы, которые он не дает, конечно, окончательных ответов, потому что человечество не смогло решить пока эту задачу. Если бы мы знали, как это делается, как достичь того, что Всевышний от нас хочет, мы бы уже, конечно, достигли. Но, во всяком случае, огромная его заслуга в том, что он раскрыл нам, что именно хочет от нас творить. Это краткое предисловие. Мы говорили прежде именно об этой цели творения, что Манитун представлял ее образно, как некоторый факельный добег, где поколение передает, одно поколение передает следующему некоторой факел, то есть некоторую идею, назначение. Одно поколение справляется с этим лучше, другое справляется с этим хуже. Но, тем не менее, эта идея не умирает, и она должна быть в конце времен, должна воплотиться, когда человечество дойдет до понимания, как жить в Брасте между разными людьми, между разными народами. И вот это введение истории, для меня это очень важно, что в истории важны не битвы, не сражения, не… Ну, самое главное. Мы учим, конечно, про историю, что здесь происходило, какие исторические явления происходили, тенденции и прочее. Но самое главное – это человеческие факты, это люди, которые с поколения в поколение пытаются понять, осознать, платить замысел творцам, хуже или лучше. Ну и на этом поле как бы еврейский народ, он должен сыграть, на него возложено вообще лучше сыграть важную роль. Сейчас я… Не получилось? Пока запускается? Пока не видно. Нет, не видно? Сейчас я остановлю запись. Мы полагаем, что компьютеры, я думаю, что уже они-то точно совершенны, но они как раз… Хотя они справляются со временем, все же несовершенны, и времена не есть, и ошибки у них, не говоря о том, как о нас. Мы вот остановились здесь, на этой точке, я всегда себя отмечаю. И это, в общем-то, глава, если мы вернемся, глава, которая говорит о человеке, да, и мы здесь продолжаем эту тему сегодня. Есть тема человека, тема Адама, скорее, в начале тары она такая доминирующая, она важная, но для монету важно именно это соотношение между Адамом, человеком, то есть тем Адамом, который был первым человеком, появившимся в мире, и сыном Адама, то есть с одной стороны, понятие сына Адама можно причислить все человечество, с другой стороны, он подразумевает под этим совершенного сына Адама, то есть то, что называется у нас мессией Маше, венец творения, которому удастся воплотить цель, которую Всевышний будет человечеством поставить. То есть это не случайно, потому что это как бы намекает нам на то, что в каждом поколении этот потенциал существует, он не реализуется. Всегда мы не дотягиваем, всегда мы недостаточно хороши. То есть это в некотором смысле такой же парадокс, как с деревом сидения добра и зла и как многие другие вещи. Если Всевышний знает, что мы не справимся, зачем нам дается? Он-то знает, что мы не справимся, но это мы знаем уже задним числом. Человек не справился с заповедью, которую мы дал Всевышний в райском саду. Но была у него возможность справиться, теоретически была. И также у каждого поколения есть теоретическая возможность привести мир вдруг к концу времени. Но все это растягивается в длинную цепочку, потому что у каждого поколения есть свои ограничения, мы это в дальнейшем не знаем. Начинаем мы с такой фразы, еврейское пророчество смотрит на историю с точки зрения Творца. Ну да, пророчество, оно как бы предназначено для того, чтобы передать миру Слово Творца и его видение этой истории. Так как он смотрит на свой мир, а не с точки зрения человека и его взгляда. То есть тут мы должны как бы усвоить, что это действительно разные взгляды. Так же, как у разных людей, я думаю, есть на одни и те же события, на одно и то же происшествие есть разные взгляды. Но в гораздо большей степени у Всевышнего есть другой взгляд на мир, чем у нас. Слово Творца не говорила бы о том, что наше зрение ограничено. Мы не можем, не видим перед собой всю историю, мы не можем видеть мир от одного конца до другого. Тем не менее, все равно у нас другая точка зрения. Было бы неплохо, если бы мы увидели его точку зрения. Он пытается нам открыть в откровении свою точку зрения, в которой мы можем понять, как бы, что от нас требуется. Но до конца мы не понимаем, тем не менее, до сегодняшнего времени. Изучая это, читатель должен приложить усилия для того, чтобы выявить в реальности своей собственной жизни детали модели, описанные в книге Береша. То есть это откровение. Оно задает нам какую-то модель, но не просто так задает нам модель. Это нам намек на то, как видит Всевышняя история. Чтобы я мог применить вот эту самую модель в свою собственную жизнь. Как ты считаешь, Андрей? То есть нам показывает Всевышний свою модель для того, чтобы мы по ней строили свою жизнь, да? Чтобы мы смогли, да, конечно. Но главное еще то, что я смотрю на эту жизнь по-другому, и я вижу ее по-другому. То есть первым этапом того, что еще до построения своей жизни, изменить точку зрения, изменить свой взгляд. То есть мы пытаемся изменить свой взгляд так, чтобы увидеть нас как бы со стороны Всевышнего. Он дает нам для этого инструменты. Но эта проблема, как говорится, особенно трудна для решения, потому что мы живем через две тысячи лет после окончания эпохи пророчества в мире. И пытаемся понять написанное с интеллектуальной, а не с пророческой точки зрения. Тем не менее, на самом деле это очень важно мне, это я уже свою мысль пытаюсь с вами с ней поделиться. Почему кончилось пророчество? А те, говорят, вот те изменения, которые произошли в мире, с окончанием пророчества, с разрушением храма, как бы мир изменился, и как некоторые отмечают, называют это… Как это называется? Осевое время? Осевое. Я слово забыла, да, на русском. Осевое время, да. Что во всем мире кончилась эпоха откровения, скажем, мифологическая эпоха. Началась эпоха интеллектуальная или рациональная. И какой в этом смысл? Некоторые скажут, это за наши большие грехи человечество грешило, грешило. И Бог как бы отдалился от нас, сказал, ну, сколько вам не объяснять, сколько вам не открываю, все равно наши неспособные. Ощущение такое иногда бывает. Что вот во втором храме, как известно, не было тех чудес, которые были в первом храме. И, как Медраж говорит, там старики плакали, которые еще помнили чудеса, которые были в первом храме. Когда они видели разницу между тем огромным впечатлением, которое было в первом и во втором. И это во многих Медражах просвечивает. Медраж о том, что молились мудрецы второго храма, чтобы он убрал от них страсть и глупоколство. И как вышел огненный лев из святая святых. Мудрецы хотели так, чтобы уменьшить грех. Но, тем не менее, то, что из святая святых вышел огненный лев, ушел. Ну, неважно, там длинный. Это показывает на то, что как бы мы ушли в какой-то более ограниченный, менее открытый корочеству связью с Богом мир. Это довольно грустно, да? С другой стороны, это один взгляд на историю. А другой взгляд, на самом деле, что, может быть, я думаю, может быть, человечество выросло немного. И Всевышний сказал, ну, теперь, как бы, я могу вас уже не водить за ручку постоянно говорить, это хорошо, это плохо. Попробуйте разобраться сами. Это неоднозначное такое утверждение, но я думаю, что ему тоже есть место. И что, в каком-то смысле, второй храм, я не сама придумала это, я слышала о трабонимах людей. В каком-то смысле, во втором храм, он был выше, чем первый, именно потому что требовал от людей большего понимания. То есть, возможно, несмотря на то, что сейчас мы живем в эпоху, когда нет пророчества и нет откровения, тем не менее, и это нам еще сложнее, чем тогда. Тем не менее, мы должны своим разумом, своими чувствами какими-то изучением пророков, например, теми средствами, которые у нас есть, прийти к решению тех проблем, которые Всевышний хочет отменить. Как ты думаешь? Ну, это как ребенка учит ходить, да? Все удаляется, удаляется родители, чтобы мы как-то шли сами. В конце это пророчество должно вернуться, потому что родители удаляются не навсегда, пока все-таки не научатся ходить. То есть, такой цели совсем расстаться нет. Наоборот, цель – соединиться, подготовить к этому себя, построить третий храм уже своими силами. Да, да. И как-то в Божьей помощи вернется. Да, конечно. То, чтобы мы могли идти вместе. Когда мы научимся ходить, то мы можем идти с ним вместе. Так он один гулял в саду, а тут мы будем ходить с ним вместе. Да, Равширке говорит, что вот эта прогулка должна вернуться, да? Как было в начале про праведников сказано, что они прогуливались, да? Металех и Машир. Это Всевышний Металех. Ну да, и сказано, что я буду прогуливаться с вами, да? А, ну да. Это тоже. Понимание реальности расширяет наше понимание мира. То есть, реальность, в которой мы живем. Понимает наше понимание мира, описанное в тонах. А понимание описания способствует нашему пониманию современной реальности. Но это, вообще говоря, мне кажется, про очень многие области жизни. И можно сказать, что наши чувства, они помогают. Так должно быть, в идее. Чувство, интуиция должна продвигать большее понимание, а большее понимание должно развивать чувства, так я думаю. Это не совсем про то, но разные стороны, они должны действовать вместе, да? Одно помогает другому. Если я глубже понимаю описание, я могу увидеть эту модель в своей жизни. А когда я ее вижу, то я уже понимаю, наоборот, лучше понимаю описание. Итак, мы начинаем входить в мир пророчества, поскольку Тара говорит с каждым человеком на его индивидуальном уровне. То есть это работа индивидуальная в большой степени. И в этом секрет ее вечность. В самом деле, изучение пророков, безусловно, это очень важная вещь. У нас вот тут есть лекция по пророкам Део Мешкова. Действительно, все время возвращается к этой идее, что есть необходимость возвращаться, изучать пророков. И те смыслы, и те, скажем, переживания, которые они передают в своих книгах, они очень важны для того, чтобы мы смогли адекватно вырасти и продвинуться. Тара представляет нам мессианское мировоззрение, которое появляется в Писании в различных формах. Однако в его основе лежит идея о том, что от самого своего начала до конца человеческая история описывает рождение того творения, для которого был создан мир. Творение, которое является не человеком, то есть Адамом, а сыном Адамом. То есть вот эта конечная ступень – сыном человечества. Можно сказать, что история… Вот в переводе это, конечно, создаёт трудность, потому что Адам и Адам… Но явление этого человека – это Адам. И Адам – это Адам. То есть приходится как-то решать, где ты используя слово «человек», а где слово «Адам». можно сказать, что история сотворения человека является прелудией к истории рождения сына человечества, Маше. То есть сотворение Адама, а дальше уже история сотворения Маше. История начинается только тогда, когда в мире уже есть сын Адама. То есть настоящая история человечества, да? Тогда, когда Адам появляется в истории только для того, чтобы стать его отцом. То есть мы ещё… Он, наверное… Я уже не всё помню, помню. Мне кажется, он ещё будет говорить об этом Маниту. Адам – это не совсем часть нашей истории. Он сотворён божественными руками. Он же… Часть его жизни проходит в жизни творения. То есть нам эту реальность представить себе невозможно. Она от нас как бы отрезана, оторвана, хотя она для нас полна смысла. Тем не менее, её нельзя причислить к истории сына Адама. В начале пятой главы появляются краткие изложения этой идеи. Сначала представлена личность сына Адама, ради которого был создан мир. А затем выясняется, что существует глобальный план, который должен быть реализован на протяжении всей истории тем самым сыном Адама, ради которого существует будущий мир. Да, мы тут видим, как я уже говорила, есть некоторые смешения. Что такое сын Адама? Это каждое поколение, каждый человек. Человек, с одной стороны. А с другой стороны, это Машех, это последнее поколение, которое придёт к цели. Есть наложение некоторое этих понятий, и оно не случайное. В истории народа Израиля мы находим один пример истинного образа, в котором можно применить понятие Машех. Однако человечество ещё не было способно воспринять этого совершенного сына Адама, который в Писании называют сыном Давида. Первым сыном Давида в истории. На самом деле, с сыном Давида параллельная ситуация. Кто был сыном Давида? Шломо, да? Но при этом и Машеха мы тоже называем Бен Давид. Имея в виду, что это из потомков Давида. Первым сыном Давида в истории был царь Шломо, совершенный сын Адама. То есть, с точки зрения Маниту, Писание описывает нам Шломо как совершенный сын Адама. Он здесь не касается того, почему он не был в результате Машеха, тем, который будет в конце истории, чем были там проблемы. Но частично он смог воплотить какие-то важные идеи. Почему? Потому что он был способен к миру и к единству со всем человечеством. Это вот аспекты, которые в Танахе там подчёркиваются. Даже если рассматривать только исторический аспект. Царь Шломо был единственным из царей народа Израиля, во время правления которого не было воин. Это как бы всё является некоторой той же схемой, по-моему, или символом того, каким, вообще говоря, должен быть в конечном итоге вот этот сын Адама. Но это некоторая такая модель, картинка в середине еврейской истории. Вот это может быть, это не Энзи Адада, это не сказка. Это можно воплотить в реальность. То есть то, что где-то она рассыпалась, не реализовалась, об этом можно проводить уроки по Танаху и объяснять, по какой причине это не стало окончательным решением человеческого вопроса. То есть в том смысле, что не привело к всеобщему миру во всём мире. Тем не менее намёки на то, каким должен выглядеть Машеа в будущем, там есть. И именно поэтому первый храм был построен в Боеводнии. Ведь, по мнению всех пророков Израиля, главная сущность времени Машеа в том, что настанет царство мира. Может что-то добавить, Андрей? То есть получается, с тех пор, как начались войны, с 14 главы Берешит, там 4 царя, 5 царей, и так они всегда шли, и был короткий период без войны, это правление шло. И всё, больше мы таких периодов не знаем. Ну, во всём случае, там, где, может быть, и были человечества периоды мирной жизни. Но если мы возьмём... Так, Вася Васильевич, мне это утверждает, я, на самом деле, честно говоря, не проверяла. Если мы возьмём книгу царств, да, и посмотрим... Ну, не говоря уже то, что там было до этого, там не было царя, да, до... Во время Шауля были воины во время Давида, естественно, он воевал воины. Но если возьмём дальше книгу царств и посмотрим, то увидим, что всегда у всех царей, да, и Игуды, и Израиля, всегда были какие-то войны. И даже были войны, как мы знаем, между Израилем и Игудовицем, к сожалению. Но фактически не было периода, когда не было войны. Ну, может быть, исключая уже последние дни Израиля, когда там фактически... Он ушёл уже... Большая часть была в Талуте, там, на месте... Ну, в общем и целом, я думаю, что так вот... Он прав, что только во времена Шломо был действительно... В истории Израиля это не очень большой исторический период. Скажем, 700 лет приблизительно. Но только во времена Шломо не было никакой войны. То, что в других местах, в других странах, может быть, и были периоды без войн более длительные, это трудно сказать. Я никогда этим, кстати, вопросом не задавалась. Может быть, там был какой-нибудь царь, который пытался прожить так, что не было войны и голубей. Нас, на самом деле, интересует вот эта модель Машеха, а не какие-то эпизоды из истории человечества, в которых действительно, может быть, войны не было, но они не являются моделью для Машеха. Нет, ну, важно, чтобы во всем человечестве в одно время не было войны. Насколько я понимаю, во времена Шломо не только у Израиля не было войны, а не было войн нигде. Поэтому он называется Шломо. Ты думаешь, да? Может быть. Я, собственно, из Танаха мы просто не учим про другие народы. Мы не знаем, что это время было в Осирии и Вавилоне. Если у вас в Осирии с Вавилоном воевали, у них все время там какие-то церкви были. Но, вообще, можно проверить. Я попробую. Это интересная мысль. Может быть, там действительно не было войны вообще нигде? Кто-то знает историю… Ну, в мире, который описывает Танах, да, скажем, Ближний Восток… Нет, в Мерике – да. Ну, да. В Ближний Восток в те времена Осирия и Вавилон от нас довольно далеко были. Мы… Оно не… До определенного периода… Это как бы не было… Зерат, так сказать. Это не в нашем регионе был. То, что там… Это очень странно, да, что говорится о том, что пришел какой-то царь из какого-то невозможного далека. И заселие – это что-то такое очень экстраординарное. В принципе, в нашем регионе мы не имели с ними дело. И у нас есть свои, так сказать, соседи – Моа, Арам и так далее, с которыми у нас, так сказать, в криминале были конфликты. Ну, не говоря о строительстве. Да, ну, в этом регионе действительно ничего такого нет. Никакой войны… То есть, в соответствии с тем, что описывает Таран. Ну, а там историки могут по этому спорить. Мы не занимаемся историей, а занимаемся Танахом. И в этом смысле это, конечно, модель мира, так или иначе. Период спокойствия во время царствования Шлома указывает на его мессианский аспект. Это конкретный пример в истории народа Израиля, когда было воплощено стремление найти человека, способного к миру, представленное в начале 4 главы книги Берешип. Человек – это творение, созданное Творцом и обладающее способностью к познанию. Адам был сотворен без пупка. Он знал, что сотворен непосредственно Творцом, и на нем не было никакого знака связи с матерью во чреве, как это происходит при рождении людей. Адам – это творение, осознающее, что оно создано Творцом. Поскольку Адам был сотворен, а не рожден, его идентичность относится к предыстории и сверхъестественно с точки зрения опыта любого человека после него. Поэтому изучение истории по своей природе должно быть сосредоточено именно на сыновьях Адама – Каине, Хевеле, Шете и их потомках. То есть история начинается с сыновей Адама, а сам он как бы предисловие к истории, такая пра-история. История, знакомая нам, на самом деле начинается с Каина и Хевеля, рожденных от Адама и Хавы, как говорится в стихе. И Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала и родила Каина, что было естественным рождением. У Адама и Хавы родился сын, и это новое и неожиданное историческое событие. Мы настолько привычны к библейскому рассказу и исторической реальности, что для нас рождение сына – это естественное и само-самое разубеющееся событие. Поэтому мы не обращаем внимания на величие чуда, происходящего в этом стихе. Мы привыкли к сюжету писания с раннего возраста, так что под спутно уже знаем, каким будет продолжение истории, о чем она повествует и куда движется. Мы должны читать каждый стих сам по себе, так, как будто каждая ситуация, описанная в Торе, может развиваться в любом направлении. Все происходит так, что на каждом этапе есть полная свобода выбора, что может привести ко многим неожиданным результатам. Да, это вообще потрясающее описание того, как мы видим Тору, Танах и как мы должны его читать. То есть сегодня это всякие физики иногда говорят о мультивселенных, что в каждый момент может быть какое-то разделение в зависимости от выбора. Ну и фантасты говорят об этом очень много, насколько это физически оправданно, я не знаю. Но видеть вот эти всевозможные разметления, которые в каждый момент возможны, мы, на самом деле, если не задумываемся об этом, непривычно. Да, мы же знаем, что как-то история будет, если есть какой-то сюжет, она будет развиваться в этом направлении. Но открывать каждый раз, каждый раз, когда мы с вами читаем Тору, каждый стих, понимание того, что на самом деле он может продолжение не 100%, должно быть такое, как мы знаем, а были другие возможности. И особенно это начинается с рождения Каина, потому что, ну да, ну родился Каин, нам это нормально, потом еще будет куча всяких других рождений, и у нас в жизни все время кто-то рождается, кто-то такого. На самом деле, в реальности вот именно творение – это какой-то совершенно неожиданный поворот. Как это так? Что случилось? Раньше там всех создавал Всевышний, а тут вдруг родился ребенок. Хотя, конечно, об этом говорилось там в начале, да, но это все было как бы в теории. Вдруг реализуется это. Это такое неожиданное событие, это такой генеральный поворот, а мы об этом никогда не думали. И это очень, я думаю, важного манитул в его учении, что он открывает нам вот эту неожиданность, открывает нам то, что... Тара описывает это не какой-то застывший нарратив, а надо читать его каждый раз по-новому. То есть видеть возможности, которые могли бы здесь реализоваться, вот я смотрю, еще не знаю, что будет, продадут братья Иосифа или нет. Я знаю, что тут анекдот, как человек в синагоге слушает фарашул прошлый недельный год, ну, позапросто, когда братья продавали Иосифу. Ну, что за глупость, говорит, в прошлом году уже это случилось, и опять он... И опять он то же самое. Так и надо смотреть, да, каждый год это опять случается. Да, каждый год мы заново... То есть от нас ожидается, что мы каждый раз это переживаем заново, и мы не знаем, чем это кончится. А может быть, в этот раз будет по-другому. Задним числом представляется, что история должна была происходить именно так, как она описана, а не как-то иначе. Кажется, будто каждая часть сюжета фатальна и неизбежно предопределена и установлена. Однако это ощущение не соответствует духу Торы. Хотя на каждом этапе область выбора всё более сужается, однако выбор существует на протяжении всей истории. То есть если как бы подняться над историей, да, и посмотреть все вот эти возможности, на вот эту мультиреальность, да, с параллельными мирами, тогда получается, что в каждом из этих параллельных миров другая Тора, разная Тора? Могла бы быть. То есть это возможности. На самом деле они реализовались. Я не говорю, что это истина, то, что пишут писатели фантасты, что действительно существуют эти мультимиры. Это потенциально возможные ситуации. Но когда начинается история, их количество огромное. Потом, когда уже мы выбираем какой-то один путь, история выбирает, и люди делают один какой-то выбор. Остальные какие-то части отсекаются. И уже то, что остаётся, это остаётся историческая реальность. Но то, что могло бы быть в потенциале, оно, тем не менее, где-то как бы висит. Я не знаю, если и не существует, то надо... Каждый раз, когда мы начинаем с начала, мы должны понимать, что тут могло бы развиться всё по-другому. Ну, тогда получается интересная вещь, да, что по мере продвижения истории выбора становится меньше, да, потому что цель одна, которую заложил Творец. Получается, что у нас сейчас мы уже там на финишной прямой намного меньше выбора, да, у человечества. Мы уже выбираем один какой-то путь. Например, ты едешь на лыжу с горы. Если сверху ты выбрал, у тебя всё время остаётся возможность свернуть направо, свернуть налево. Там много тропинок, я знаю. Но уже попасть на другой склон ты не можешь, то есть на другой стороне горы, потому что ты поехал с этой стороны. В конечном итоге финиш всюду должен быть в одном месте, я думаю. Как бы мы ни поворачивались. Но чем ближе к концу, тем меньше у тебя действительно остаётся путей. И в конце выбор вообще исчезнет. Ну, есть такое мнение. Ну, в конечной точке, ну, а что будет дальше? Про это написано много серьёзных и важных книг, но мы эту тему не затрагиваем. Когда мы дойдём до точки встречи, со Всевышним начнётся какая-то другая история. Я надеюсь. Я представляю, если так она всё-таки будет другая. Это другой уровень человечества уже, как бы. Но у нас, я думаю, есть уже какие-то зачатки того будущего мира. Ну, это, в общем, всё время подчёркивается. И то, что храм был построен, хотя он как бы не из нашего мира, он из более высокого мира, но он был дан нам, чтобы мы могли прочувствовать что-то из будущего мира. И суббота, и даже ханукальные свечи, они как бы светят от будущего света. Есть такое понятие Тора Всевышнего, да, которое отличается от Тора Человека. Получается, что Тора Всевышнего, она содержит в себе вот эти все ветви, да, все вот эти варианты? Я не знаю. Возможно. Я не могу сто процентов. Мне кажется, возможно такое толкование. Хотя я не могу определённо сказать. Где-то я это слышала. Но поскольку я не могу точно... Вот если меня спросят, не могу сказать. Другие вещи я знаю, кто ему сказал. Не называют точно Рава, которого я слышала. Но могу назвать, если меня спросят. А вот это я не помню точно. Мне кажется, я от Рава Сековского это когда-то слышала, но это я не сто процентов. Да, знаете, так... О, это не флейшн. Вау. Впустил ты ее? Да, я впустил. Привет, Женя. Так что... Да, есть такое высказывание. Тот, кто говорит вещи от имени сказавшего, да, в том числе, приводит спасение в мир. Это очень важно. На самом деле, сегодня это в научной литературе сто процентов. Ты не можешь всякие вещи надёргать, исчезать всяких работ и выдавать свои. Это некорректно. Даже если ты потом скажешь, ну, я пользовался там какой-то литературой, это тоже некорректно. Ты всегда должен говорить, от кого ты это слышишь. Ну, конечно, в устной речи это трудно там. Это я слышала от Рава Козовского, это я слышала от Рава Венера. Когда-то от нескольких людей я слышала, что тоже там не очень... У меня не получается всегда. Но вот эту идею, мне кажется, я слышала от Рава Козовского, но это очень... Делал даже сейчас не спросит. Нет, Рав Шерке это тоже говорит. А, тоже говорит. Да, ну, в плане вот этот первый Таилин, когда, да, что есть Тора твоя, и вторая Тора, он размышляет о его Торе, в том плане, что есть некая бесконечная Тора Всевышнего, вот, и как бы в нашем мире проявилась какая-то её часть. А, ну, тогда точно, тогда совершенно верно, значит, мы понимаем правильно. То есть у меня тоже такое ощущение всё время было, но я боялась это высказать, поскольку всё-таки я стараюсь никогда особенно не фантазировать и высказывать то, что я слышала от уважаемых людей. Но если Рав Шерке такое говорит, значит, всё замечательно. Это называется «Киванон ледад в долюм», да, это на русский как перевести, подразумевали то, что сказали великие люди. Так, дальше, да. Если бы рассказ в Писании был изначально пессимистичным, то Ра не стала бы его приводить, потому что главная идея Торы не трагична, а оптимистична. Если какая-то история написана в Торе, то её цель в том, чтобы мы что-то выучили из неё, извлекли для себя урок, чтобы изменить наше будущее. В этом состоит наша задача. Это драма, а не трагедия, поскольку в Торе в конце этого процесса всегда есть решение. Есть какое-то замечание, не помню, она важна или нет, вот про драму и трагедию. Да, вот пишет Гавриэлов, полная противоположность трагическому греческому подходу, который ставит слепой рог выше богов и людей, а также противоположность мусульманскому фатализму. Да? Или это не это замечание? Вот ещё 235-й, да? Раф Ашкеназия различает драмовую трагедию. Эти термины заимствованы из древнегреческой культуры, которая перешла от веры выдолов, основанной на греческой мифологии и теагонии, к вере в силу человеческого разума. Раф Ашкеназия противопоставляет понятие драма понятию трагедия, поскольку в драме сюжет развивается в соответствии с причинно-следственными связями, без идолопоклонческих идей и рока, присутствующих в понятии трагедии. Драма означает сюжет полной напряжения и трудностей, но с существующим выходом. А трагедия – это фатально безнадёжная ситуация. А в драме обязательный хэппи-энд или не обязательно? Не обязательно, но выход как бы просматривается, мне кажется. Да, то есть нет ощущения, что это конечно, безнадёжно. То есть в драме тоже могут быть какие-то трагические ситуации. Я думаю, что это не по тому, как произведение кончается, то есть хэппи-энд был или нет, а какой она несёт смысловый посыл. Трагедия – всё безнадёжно, всё всё равно плохо. Как бы, так сказать, мы не старались, вот приходит рок, и всё, и всё рушит. И в конечном итоге нет надежды. А в драме этого нет. В драме может быть очень всё тяжело, но надежда всегда есть. Это возможно, я не знаю, с точки зрения литераторов или литературы, что они скажут. Это может быть даже в некотором смысле субъективно. Кто-то может в каком произведении видеть надежда, а другой скажет, я её не вижу. Это может быть что-то иногда, если говорить о литературе, это может быть иногда пограничные какие-то случаи. Но второе – мы однозначно видим, что это не драма. Хотя на самом деле, скажем… Не трагедия. Не трагедия, да. Да. Но это не трагедия. Скажем, возьмём книгу «Берешит». Она заканчивается спуском в Египет. Это сомнительная такая ситуация. Не однозначно, но не трагическая. Потому что, на самом деле, как бы… Нам уже известно, что Аврааму обещано, что выйдут оттуда евреи из Египта. Не говоря уже про книгу «Смаз», где они из Египта выходят. Но опять, находиться перед входом в землю Израиля – это не конец. Там, может быть, впереди очень много чего, много всяких сложностей. Но в конечном итоге, вот книга «Ашон». Не завоевали всю землю. Не всё хорошо. Тем не менее, это не конец. Есть ещё что-то впереди. И так далее. Шуфтин. Много всего неприятного. На самом деле, Шуфтин рассматривает наши комментаторы, что это расположено даже не в храмологическом порядке, чтобы показать, как всё идёт всё хуже и хуже и хуже в конце книги Шуфтин. Хуже оно, конечно, хуже, но не трагедия. Потому что дальше в книге Шуфтин у нас появляется «Пророк», у нас появляются «Цари», «Давид» и так далее. Там всё… Понятно, что я хочу сказать? Да, ты понимаешь, конечно. Ну да, ещё важно, что само «Пятикнижие», оно заканчивается таким предчувствием входа в землю Израиля. И каждый раз мы начинаем читать снова и заканчиваем этим предвкушением. То есть мы, конечно, знаем, что было дальше. Читали там Иошуа, Шуфтин. Но вот именно главный текст, который по кругу читается, он заканчивается таким открытым финалом, как у Робина Хмана. На этот раз он обязательно её спасёт, но как мы не знаем. Но как мы не знаем, да. Я, кстати… Да, неважно. Я когда-то на эту тему даже рассказывала. Очень… Должно быть как-то, да, должно быть. Это очень важно, да, что ты говоришь, конечно. Ну, продолжим дальше. Кто-то хочет, может, что-то ещё добавить? Вопросы или соображения нет? Ну, тогда пойдём дальше. И Адам познал Хавал, жену свою. Раши комментирует это познание так. И Адам познал ещё до описанных выше событий. До греха и до изгнания из Эденского сада. И также беременности рода. Ведь если бы было написано «И познал Адам», это означало бы, что дети родились у него после изгнания. Почему Раши делает это уточнение и объясняет, что Адам познал свою жену Хаву ещё до греха? Чему Раши хочет нас здесь научить? Ну, это такое грамматическое замечание. Не совсем, может быть, здесь понятно в контексте. Порядок слов, он определяет время, о котором говорится. Это, так сказать, принято в толковании Тары. Если было сказано «И Адам познал», и познал Адам, это показывает на разное время. Это было раньше того, что случилось, того, что сейчас описывается. А это было продолжение после того, что описывается. Но на самом деле нет особо необходимых вопросов в том, зачем Раши нужно было именно в этом месте подчеркивать грамматический смысл грамматики этой. Раша утверждает, что в этом стихе отражено одно из самых значительных различий между иудаизмом и любой религией или философией других народов. Согласно христианской концепции, человек изначально испорчен. Каждый человек, будучи потомком Адама, рождается с присущим ему первородным грехом. И поэтому у него на самом деле нет никакой возможности спастись самому. Концепция же Тора полностью противоположна. Когда Раши говорит, что Адам познал Хаву до греха, и что Каин и Эвель были зачаты до греха, он имеет в виду, что, согласно Торе, человек по своей сути хорош. Адам и Хава согрешили только после зачатия и родов. И на всем человечестве лежит задача исправить их грех. Однако, хотя человеческая история будет стремиться исправить ущерб, который Адам и Хава принесли отношениям человека и Бога, в сути человека этого ущерба нет. Люди по своей сути не грешники. Отсюда следует, что и сыновья Адама были зачаты до греха и не являются грешниками по своей сути. Это противоречит концепции христианства, согласно которой человек изначально испорчен первородным грехом. Это то, что имел в виду Раши. Но ведь Шет, третий сын, он же родился, получается, уже после греха. А все люди-то от Шета? Да? Но я думаю, что это имеется принципиально... Ну, не все люди от Шета. От Каина тоже есть. Есть потомки Каина, которые... Например, ну, это не прямо сказано в Таре, но жена Ноах, она была потомков Каина, насколько я понимаю. Ну, да, по Медрашу. Тогда получается вообще какая-то перевернутая картина, что Шет, от которого произошел Ноах, и все человечество, оно, он после греха рожден. И получается, что вот эта часть человека, рожденного до греха, это как раз вот это семя Каина, да, которое перешло... Ну, я никогда в этом, кстати, не задумывалась. Но мне кажется, что то, что он говорит, оно вообще просто подрывает полностью эту концепцию. Они начали делать... То есть то, что в концепции христианства этот грех первого человека, он как-то, то есть, связан с сексуальностью вообще, что, может быть, не должно было быть вообще сексуальности до... до этого греха. То есть и детей бы могло бы не быть. То есть дети как бы, они изначально, следствуя греха, именно связаны с ним. Насколько я понимаю, может быть, я не большой специалист в христианстве, но все-таки это привязывает очень сильно деторождение именно к греху. А Раша хочет это оторвать. Грехом был грех, действительно, но это так не связано с рождением детей. Вот дети же рождались и раньше. Но действительно, то, что в результате греха они были изданы из сада, дети тоже были изданы из сада. И нельзя сказать, что это вот грех Адама, да, а дети там к этому не причастны. Нам приходится, как Рав говорит, исправлять то, что испорчено. Не важно, что это испортили наши отцы. Хотя это, конечно, так сказать, так в жизни и бывает. Если отцы что-то испортят, то потом приходится детям исправлять. Есть такая песня, которая у меня всегда очень злит ее текст. Ребенок, ты теперь постарайся сохранить мир, потому что мы не стояли уже. Но это, на самом деле, перевернутый сердце. Как ты можешь так рассуждать? Ты не справился. Ну, пускай теперь дети попробуют справиться. Это как бы в некотором смысле мы не справились, ну, что делать? Мне не нравится этот текст очень. Но мы сейчас смотрим на это с другой стороны, что приходится исправлять то, что испортили акцию. Потому что доделать нас возложено на это ответ. Это передача факела, да, про которую мы говорим? Да, 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 да. И при этой передаче, как бывают падения, бывают подъемы, там приходится его передавать, даже если предыдущий бегун не очень далеко его занес или даже заплутал где-то, скажем. Но это как бы не... Главное, что ему... Это важно для манитур, что в сути человека... По сути, человек хороший. Он не несет для себя вечно это проклятие этого первородного греха, который исправить невозможно. То есть это приводит к тому, что нужен какой-то со стороны спаситель, который придет и все это исправит. Потому что мы не исправляемся. Ну, вот я вам послала спасителя, он это исправит. Но он тоже как бы... Мне не совсем поняты логики христианства, потому что он же, по сути, ничего не исправил. И ничего нового как бы не привнес. Никаких новых идей важных. Никак не повлияло на то, что мир... Стал, наконец, таким, как он должен быть. Ну, в общем, как бы для Джаманиту, который живет во Франции, и которому очень важно восстановление еврейского самосознания там, для него также важно противостояние христианским идеям, который... Ну, он считает тоже так, что не только он, что и в идаизме за время совместного существования много христианских идей проникло, от которых мы все-таки тоже должны отделиться, отстраниться. Покорение, отделение и подслащение, как у больших. Наверное. Ну, давай тогда здесь остановимся, потому что у нас следующая глава уже будет про Каина. Это, так сказать, поразительная история там Каина, и все это у нас впереди. Может, кто-то хочет что-то спросить или добавить? Ладно. Еще раз пожелаем вам всем добрых известий. Надеюсь, что встретимся на следующей неделе. Может быть, мир станет за это время не на столе. Окей, присоединяемся. Амин. Спасибо. До свидания, спасибо. До свидания, спасибо вам. Спасибо, Дагамма. Продолжение следует...